Добрый вечер. Я Ива Афонская, филолог-ветератор, поэтесса и художница. И это новый выпуск моей рубрики «Разговор на кухне». Давайте с вами посидим на кухне, попьем чай и поговорим. И поговорим мы сейчас о таком явлении нашей современной жизни, как партнерский брак. Есть вещи, которые с виду, на первый взгляд, кажутся правильными и справедливыми, но на самом деле такими не являются. О двух из них я уже говорила в предыдущих выпусках о личной жизни. Это сожительство до брака и быстрое сожительство. И третьей такой вещью, которая с виду кажется правильной, но на самом деле неправильной, является партнерский брак. Сразу скажу о нем свое мнение. Партнерский брак – это гадость. И это не настоящий, а фальшивый брак. Вообще не брак, а обман женщины под видом брака. Ее потребительское использование. Когда мужчина не любит женщину, а только использует ее под видом якобы брака для получения бесплатного секса. Так же, как гражданский брак, так называемый гражданский брак – это не брак. Так же и партнерский брак – это тоже не брак. Хоть даже сходи в ЗАГС и распишись, и сто штампов поставь. Ну, а если имеет место и гражданский, и партнерский брак одновременно, то есть незарегистрированное сожительство, в котором сожители еще и делят расходы пополам, это вообще не брак ни в каком аспекте. Женщина не должна соглашаться на партнерский брак и жить с мужчиной, который его предлагает, ни в коем случае. Потому что тут имеет место плохое отношение к женщине и отсутствие любви к женщине. Поэтому жить в партнерском браке унизительно. Любящие мужчины партнерских браков не предлагают. В партнерском браке нет никакого равенства и никаких равных партнеров, как это заявляется. Наоборот, имеет место неравенства. Мужчина все получает от женщины в одностороннем порядке и ничего не дает ей взамен. Женщины, которые соглашаются на партнерские браки, думая, что это справедливо и как-то современно, просто наивные дуры. Это совершенно неправильно и совершенно несправедливо. Если вы живете в партнерском браке, не думайте, что ваш мужчина любит вас. Не обольщайтесь. Вас не любят. Вас используют. Что такое мужчина-пополамщик, я знаю на своей шкуре. Я побывала в браке с пополамщиком. Правда, как только он мне предложил жить по такому принципу, я тут же подала на развод. И считаю свое решение правильно. Подробнее об этом можно прочитать в статье на моем сайте о моем браке с немецким мужем, а также в ролике здесь на ютюбе. Я не живу с мужчиной на таких условиях и не хочу быть инструментом для халявного секса вместо любимой женщины. И вам не советую. Но сначала давайте рассмотрим, что такое, собственно, партнерский брак и, прежде всего, и сначала, какие вообще бывают браки. Я разделяю шесть видов брака с точки зрения семейного бюджета и финансовых отношений супруга. Это патриархальный или традиционный брак, частично патриархальный, частично традиционный брак, советский брак, партнерский брак, псевдопартнерский брак, в котором есть мошенничество под видом брака, нечестный и фальшивый брак, а также и брак по принципу общая копилка. А теперь я расскажу, что из себя представляет каждый из этих вариантов. Первый вариант. Патриархальный или традиционный брак. Его принято называть патриархальный, я это называю традиционный. В прошлом он существовал как единственная форма брака. Это брак, где мужчина работает один и единолично обеспечивает семью, а женщина ведет домашнее хозяйство и растет детей. Второй. Частично патриархальный или частично традиционный. Этот вид брака существует в наше время в некоторых семьях, но не имеет определенного названия, поэтому, чтобы как-то его назвать, я назвала его так. Это брак, где работают оба супруга, но при этом доходы распределяются так, что женщина тратит свою зарплату только на свои личные нужды. Одежду, косметику и тому подобное. А все общие расходы семьи обеспечивает муж. То есть питание, оплату коммунальных услуг, покупку мебели и бытовой техники для дома и совместный отпуск. Третий вариант. Советский брак. Я называю его так, потому что этот вид брака существовал практически в большинстве семей в советское время. И хотя в советское время, как правило, в браке работали оба супруга, тем не менее советский брак никогда не был партнерским браком, потому что в нем никогда не делились расходы пополам. Более того, женщина в советском браке имела значительные права, которых она не имеет в партнерском браке. Женщина в советском браке имела право распоряжаться семейным бюджетом и зарплатой мужа. В советское время было принято, что мужья отдавали зарплату жену полностью, а не просто какую-то сумму на покупку продуктов или оплату коммунальных платежей. Отдавали в прямом смысле слова. Получали, приходили с работы и отдавали жене. Банковских карточек тогда не существовало. А когда они появились в России, они появились намного позже, чем на Западе. И зарплату выдавали наличными. Муж приходил с работы и отдавал зарплату жене. И она уже решала, что с этими деньгами мужа делать. Поймите меня правильно, я не говорю, что это было правильно. Я не утверждаю, что так должно быть. Я просто констатирую исторический факт, что так было. Независимо от того, согласна я с этим или не согласна. Если муж обедал на работе в столовой, то жена выдавала ему деньги на обед. А также на сигареты, если он курил. Если, например, вы посмотрите фильмы советского времени, то в некоторых из них об этом упоминается. Например, в фильме «Зигзаг удачи» герой фильма делает предложение женщине выйти за него замуж и говорит, да, я буду отдавать тебе зарплату. Конечно, крупные покупки, как, например, мебель и тем более машины или дача, супруги планировали и обсуждали вместе. Но расходы на текущую жизнь и остальные менее крупные покупки женщина планировала самостоятельно. И покупала одежду для себя и для ребенка, у мужа разрешения не спрашивая. В советское время существовало даже такое понятие, как «заначка от жены». Это были какие-то разовые, незапланированные, неожиданные деньги. Например, какая-то премия, которая не является регулярной. Какие-то разовые выплаты или какой-то левый заработок, о котором жена не знала. Который муж прятал от жены где-нибудь в доме, как заначку, чтобы у него были какие-то свои деньги. Но жена, убираясь в квартире, могла эту заначку обнаружить. И тогда она считала вправе ее забрать, и мужчину даже мог ждать скандал за то, что удаил. Причем бизнес-леди тогда не было. И в большинстве семей в советское время, в 99% семей мужчина зарабатывал больше женщины. Часто значительно больше. Могло даже быть, чтобы в два раза больше и более того. И он отдавал жене все, что зарабатывал. Мужчину, который предложил бы партнерский брак, делить все расходы пополам, женщины в советское время просто бы не поняли. И никакая женщина в советское время на такой брак бы не согласилась. И зачла бы это полным нонсенсом. Зачем тогда замуж выходить? В советское время в большинстве случаев брак менял финансовое положение женщины в лучшую сторону весьма ощутимо. И это была одна из причин, почему женщины советского времени так стремились замуж. Так что сетование некоторых современных мужчин, что сейчас женщины стали какие-то более меркантильные, а раньше они были бескорестные, думали о любви и не думали о деньгах, это миф и совершенно не соответствует реальности. Наоборот, в наше время женщины стали не более меркантильные, а более глупые. Они стали соглашаться на партнерские браки, на гражданские браки и даже на отношения без обязательств. Вообще вне брака. В то время как советские женщины ни на что такое бы не согласились. И правильно делали. Вы, молодые девочки, тогда не жили и не знаете, как жили тогда. Теперь таких отношений в браке нет, и вы не знаете, чего вы лишились. Вам мужчины морочат голову с партнерскими браками, а вы, как дурочки, ведетесь на это. Я старше вас, я еще застала то время, когда мужчины отдавали женам зарплату. Так жили ваши мамы и бабушки. Но была в советском браке и отрицательная сторона. Она заключалась в том, что всю домашнюю работу и уход за детьми делала одна женщина, несмотря на то, что она работала то же самое время, что и ее муж. То есть женщина как бы работала на трех работах. На работе, работа, дом и дети. Но поскольку мужчина, как правило, зарабатывал значительно больше и отдавал ей свои деньги в ее распоряжение, этим он как бы оплачивал жене ее работу по ведению домашнего хозяйства и ходу за детьми. Это компенсировало ее труд, ее финансовое положение при жизни с мужчиной было значительно лучше. И поэтому женщина мирилась с таким положением. Таким образом, женщина в браке была домработницей и нянькой, но при этом не бесплатной, а оплачиваемой. И нередко весьма хорошо. Если же мужчина не зарабатывал больше женщиной, то женщина не хотела быть бесплатной домработницей, и, как правило, это кончалось разводом. Были отдельные семьи, где были сознательные мужья, которые не только отдавали женам зарплату, но и разделяли работу по дому. Но, скажу честно, таких было немного. Хотя были. В большинстве семей всю домашнюю работу или большую ее часть делали женщины. Мужчина или ничего не делал, или если делал, то немного. Типа раз в неделю принести сумку картошки и пропылесосить. А женщина каждый день стояла у плиты. И это, конечно, было неправильно. Даже несмотря на то, что мужчина вносил семейный бюджет больше. Потому что в результате женщина работала больше времени, чем мужчина, делала больше работы, на нее была больше нагрузка, она больше уставала. И это была рабская и картошная жизнь. Пусть и оплачиваемая финансово. Это было сравнимо с тем, как если бы человек, чтобы заработать больше, работал на двух работах вместо одной. И уставал от слишком сильной нагрузки. Поэтому замужние советские женщины рано старели. И с возрастом хуже и старше выглядели, чем свои замужние сверстницы. И хуже западных женщин зрелого возраста. И мифологизированная красота русских женщин с возрастом быстро утрачивалась. И в зрелом возрасте она уже выглядела не лучше, а наоборот даже хуже своей западной ровесницы, не обременявшей себя работой и бытом в одно и то же время, отделившим домашнюю работу или с мужем, или с домработницей. Ну вот, наконец, четвертый вариант, предмет нашего разговора. Партнерский брак. Под ним подразумевается брак. Где работают оба супруга? И на все общие расходы, то есть покупка продуктов, оплата коммунальных услуг, развлечения, покупка необходимого для дома, мебели, бытовой техники, супруги складываются совместно, пополам, 50 на 50. Если они едут в отпуск, каждый платит сам за себя. А оставшиеся деньги они тратят на личные нужды, одежду, обувь и что-то другое, тому, что нужно. Они складываются пополам, независимо от того, сколько они зарабатывают. Даже если они зарабатывают не одинаково, кто-то больше и кто-то меньше. Если после этого складывания у кого-то, у того, кто зарабатывает меньше, остается меньше денег на себя, это его проблемы, которые его супруга не касаются. Если у них ребенок, то и на ребенка они тоже скидываются пополам. Но и при этом и домашнюю работу, и уход за детьми они тоже делят ровно пополам, как и деньги. Часто говорят, что такой вариант, как партнерский брак, пришел к нам в Запад. Но партнерский брак в западном понимании – это прежде всего разделение пополам домашней работы, обязанности к поведению домашнего хозяйства и по уходу за ребенком. А не только финансовых расходов. В западном партнерском браке муж и жена вместе делают уборку, стирку, покупку продуктов, а готовят по очереди через день. День муж, день жена. И муж, готовящий ужин жене или гуляющий с коляской – это обычное явление жизни. И мужчина не считает, что ведение домашнего хозяйства и ход за детьми должна делать только жена. Или же супруги совместно складываются на оплату домработницы. Так что, если вы разделяете расходы пополам, но при этом всю домашнюю работу и уход за ребенком делает одна женщина, не обольщайтесь. У вас никакой не партнерский брак. Вас обманывают. Это совсем другой вид брака. А именно... Это пятый вариант. Псевдо-партнерский российский брак. Или мошенничество вместо брака. Нечестный и фальшивый брак. Именно так можно назвать сложившийся в современной России образ жизни, который хотят современные русские мужчины. Чтобы делить расходы пополам, как в партнерском браке, но при этом домашнюю работу и уход за ребенком пополам не делить. Чтобы это все делала женщина. И они считают, что женщина должна все это делать. Даже несмотря на то, что она работает наравне с мужчиной. Мужчина зарплату жене не отдает и денег на нее не тратит. Но при этом она его обслуживает. Обслуживает бесплатно. И превращается в бесплатную доброподницу и няню. Такой вариант брака я даже не рассматриваю. Потому что браком это назвать нельзя. Хотя, к сожалению, это очень распространенный сейчас для современной России вариант. Это не брак, а элементарное мошенничество со стороны мужчины. Фиктивный брак. Бессовестная эксплуатация женщины под видом брака. Когда женщину просто обманывают, делая вид, что она замужем, что она в браке. Для вида свидетельства о браке подписав и штамп в паспорте поставив. Чтобы сделать вид, что брак заключен. С целью получения сексуальных услуг и услуг домохозяйки бесплатно. Чтобы не платить за это лицам, профессионально предоставляющим эти услуги за деньги. И мужчина, желающий жить с женщиной на таких условиях, никто иной, как мошенник. Которого можно и нужно судить по статье за мошенничество. В уголовном кодексе есть такая статья. Потому что его действия попадают под действие статьи уголовного кодекса о мошенничестве. Наряду с наперсточниками, фальшимомонетчиками, магами, гадалками и тому подобное. А если он при этом даже оформить брак не считает нужным. И женщина соглашается быть бесплатной домработницей, давалкой даже без обязательств. Но это я вообще не понимаю, как можно так себя ни во что не ставить. Я не понимаю, как можно быть не дурой, а просто полной идиоткой, чтобы соглашаться на такую жизнь. И ведь находятся же, соглашаются, живут. У некоторых современных русских женщин самооценка стала ниже плинтуса, вообще на нуле. За все пополам и превращается в бесплатную домработницу, кухарку и давалку. А мужчина живет и радуется, что дурочку себе нашел и сэкономил на домработнице и проститутке. Нашел и ту, и другую бесплатно. И соглашаются на этот обман только глупые русские женщины. Западные женщины на такую жизнь не согласились бы. Они своих мужчин воспитали. Воспитали тем, что потребовали, чтобы они разделяли пополам домашнюю работу. И поэтому этого добились. Такой брак – порождение России. Западный партнерский брак, идеей которого было, что супруги, как равные партнеры, делают по урону все, и зарабатывание денег, и домашнее хозяйство, и ход с детьми, в условиях России превратился в нечто извращенное, ненормальное. Ничего общего с идеей западного партнерского брака не имеющая. В нем женщина делает три работы, а мужчина – одну. Женщина становится служанкой мужчины, но при этом почему-то бесплатной. Поэтому никакого равного партнерства тут нет и в помине. Почему-то на русской почве все идеи извращаются, и превращаются во что-то дикое и барбарское, в свою противоположность. Что ли у нас почва такая ядовитая? Этот нечестный современный российский псевдобрак – следствие развращенности современных русских мужчин и глупости и низкой самооценки русских женщин, позволяющих себя мошеннически пользовать, как бесплатную давалку и пухарку. Этот вид якобы брака показывает, что с течением времени положение женщины в российском обществе становилось все хуже и хуже. Первый этап – до революции. Женщины не работали, только вели хозяйство, мужчины их обеспечивали. Второй этап – в советское время. Женщины стали работать, но при этом продолжали вести хозяйство и растить детей. Но мужчины еще не совсем потеряли совесть и отдавали женам зарплату, тем самым оплачивая ей труд домработницы и няни. И сейчас в путинской России наступил третий этап. Русские мужчины хотят, чтобы женщина работала, делила с ним все расходы пополам, но при этом сама одна вела домашнее хозяйство и ухаживала за детьми. И делала это бесплатно. Из того, что я считаю, что партнерский брак в любом варианте, не только в российском, большевом, псевдопартнерском, но и в своем истинном западном виде – это неправильно. Совсем не следует, что женщина всегда обязательно должна не работать, и мужчина всегда обязательно должен обеспечивать семью один. Вовсе нет. Женам могут работать совместно и вносить совместный вклад в семейный бюджет. Это возможно. Следует понимать, что партнерский брак – это не просто совместная работа супругов и совместный вклад в семейный бюджет. Важный момент, что вклад супругов в семейный бюджет может делаться по-разному. Партнерский брак – это не просто разделение супругами расходов семьи. Это разделение их на определенных условиях. Но супруги могут работать и зарабатывать вместе, но при этом вкладываться в семейный бюджет на совсем других, более честных и справедливых условиях, чем партнерский брак. Потому что кроме патриархального и партнерского брака есть еще модель брака – общая копилка. В этом браке работают оба супруга, но расходы ровно пополам не делят. Они соединяют свои доходы в один общий бюджет, условно говоря, общая копилка, куда каждый вносит не поровну, а столько, сколько заработал. Кто зарабатывает больше, вносит больше. Из этой общей суммы супруги покупают еду, оплачивают коммунальные платежи, тратят на отпуск, покупают то, что нужно для совместного дома, а доставшиеся средства по взаимной договоренности покупают личные вещи друг для друга. Причем покупают столько, сколько друг другу нужно, кому что нужно, а не в зависимости от того, кто сколько заработал и кто сколько внес. Если заработал деньги один, а другому нужно что-то купить, значит покупают тому, кому нужно, на деньги того, кто заработал. В таком браке мужчина не требует от женщины, чтобы она обязательно вносила в семейный бюджет столько же, сколько и он. Ведь если она зарабатывает меньше, она просто не может этого сделать. Женщина вносит столько, сколько может. Если зарабатывает меньше, вносит меньше. Если мужчина зарабатывает больше, вносит больше. Просто каждый вносит столько, сколько зарабатывает, сколько у кого есть. Такой брак является нормальным, честным и справедливым вариантом совместной жизни, в отличие от партнерского брака. Это отношение двух действительно любящих друг друга людей. В любой стране в большинстве семей мужчины зарабатывают больше. Поэтому в браке по такому принципу само собой получается, что мужчина вносит больше женщин в семейный бюджет. И таким образом в большей или меньшей степени частично обеспечивает женщин. Не потому, что кто-то намеренно считает, что он это должен делать, а потому, что так просто само собой получается, потому что у него просто больше есть. Такой брак имеет сходство и отличие с советским браком. Сходство в том, что средства в семейный бюджет вносят оба супруга, но мужчина вносит больше. Отличие два. Женщина не распоряжается с семейным бюджетом единолично, так же, как не делает этого и мужчина. Супруги вместе решают, на что им потратить деньги. И второе. Несмотря на то, что мужчина вносит в семейный бюджет больше, женщина не делает всю работу по дому одна. И мужчина не считается поводом составлять ее делать все по дому одной. Домашние обязанности и вход за детьми или делаются с супругами совместно, если они работают равное количество часов, или женщина ведет домашнее хозяйство, но работает неполное рабочее время, или прибегает к услугам домработницы. Не надо путать брак модели общая копилка с партнерским браком, потому только, что в них работают оба супруга. Это две совершенно разные модели брака. И разница между ними принципиальная. Есть немало женщин, которые согласны зарабатывать браки совместно с мужем, но при этом отвергают модель партнерского брака, считая ее унизительной, но принимая модель брака общая копилка. Субтитры создавал DimaTorzok